Всем привет! Меня зовут Алена и сегодня мы поговорим о моей коллекции тональных основ. Так как у меня сухой тип кожи, каждую из тональных основ я буду наносить с помощью спонжа. Для меня это самый оптимальный вариант нанесения, потому что если наносить любую, даже самую увлажняющую тональную основу, с помощью пальцев или кисти, у меня сразу же подчеркиваются все шелушинки. Позже в видео вы заметите, что моя кожа всегда будет блестеть в кадре. Все потому, что это мокрое нанесение дает очень тонкое, но ровное покрытие. И вот те участки, которые у меня слишком блестят, я потом матирую пудрой. Для меня это лучше, чем изначально брать матирующую основу, которая мне сильно пересушивает кожу и будет смотреться ненатурально. В общем, меньше слов, больше дела. Давайте приступим к коллекции. Каждую из тональных основ я буду наносить на половинку лица, чтобы вам было видно ее покрывающую способность. Первое, я хотела бы показать все-таки матовую основу от Essence, которая называется Instant Matte. Я уже говорила в своих видео, что тональники от Essence разработаны больше для жирной такой подростковой кожи. И эта вещь не исключение. Она по текстуре практически муссовая, плотная. Как будто в нее замешано очень много пудры. Она тяжелая. Даже если наносить ее спонжем, все равно дает вам полное перекрытие всех покраснений, сосудистых звездочек, прыщиков, синячков под глазами. В общем, все. Но при этом она очень стойкая. Это просто отличная находка для жирной кожи, потому что при плотном покрытии она сделает вашу кожу идеально матовой. Для моей кожи она слишком сухая и даже при нанесении влажным спонжем она очень заметна на моей коже и выделяет практически каждую шелушинку. Следующая моя тональная основа от Essence. Обычно такая жидкая консистенция означает легкое натуральное покрытие, но не в этом случае. У нее полное перекрытие, но при этом она тоненьким слоем ложится на кожу. Но для меня по цвету она не подходит. И если наносить пальцами, сразу же пересушивают мне кожу. Она неровно ложится, но со спонжем работает просто идеально. Хотя на упаковке написано Long Lasting, она все равно не такая стойкая, как предыдущая. Держится на коже часов 6, потом начинает жирнеть. Отлично подойдет для комби кожи с какими-то высыпаниями, неровностями, расширенными порами и так далее. В общем, скроет все, но при этом на коже себя не выдает. Следующий на очереди у меня вот такой вот BB крем, который я покупала на Алиэкспресс. Это была любовь с первого взгляда. Ох, как она в свое время меня зацепила. Я просто реально на нее подсела. Вот эта вот линейка выпускается для разных типов кожи. У меня кажется для обезвоженной. Там есть и для жирной, и для сухой, и для проблемной. Формула идет на основе воды. В ней как будто нет ни капли жира. Она увлажняющая, но не за счет жирной основы. Поэтому эффект от нее очень натуральный. Кожа красивая, здоровая и отдохнувшая. На цвет она ядрено-оранжевая, но при этом умудряются отлично подстраиваться под любой цвет кожи. Это отличный вариант для сухой и комби кожи. Такой вариант для макияжа на каждый день. От легкого до среднего покрытия, при этом хорошо перекрывают все неровности кожи и даже синячки. Еще одна моя незабываемая любовь от Lumine. Это уже CC крем. Их самая знаменитая линейка. Я до сих пор считаю это средство одним из самых гениальных среди тональных основ. Оно очень красиво ложится на кожу тоненьким, невысовым слоем. Но при этом все перекрывает. От активных здоровенных прыщей до синяков и каких-то выемок на коже. При этом все выглядит очень натурально. Никакого эффекта маски. Кожа ухоженная. С эффектом легкого подсвечивания, но при этом выглядит нежирно. Очень стойкая и может продержаться часов 12 точно. С ней очень легко подружиться. Не нужно заморачиваться с растушевкой. Можно вот так вот пальцами на себя налепить и будет выглядеть красиво. Я не знаю в чем секрет этой формулы. Но как по мне это одна из самых лучших тональных основ. Следующая тональная основа тоже с Алиэкспресс. Была в моих еще первых заказах. Всего на сайте их три оттенка. Я взяла средний и он очень странный. Он с активным серым подтоном. Скорее всего это отлично смотрится на азиатской коже. Для нашей это слишком бледно. Это слишком серо. Но при этом она делает кожу красивой. Я не знаю как. У нее абсолютно плотное покрытие. И я обожаю ее использовать в качестве консилера. Она мне кажется нейтрализирует любой цвет. Будь то там красный прыщик или синий зеленый синяк под глазом. Красиво подсвечивает кожу. И если бы я угадала с цветом, вполне вероятно, что она была бы моим любимцем. И последние две тональные основы я использую практически каждый день. По отдельности они абсолютно противоположны. Но вместе они дают идеальный тандем. Это у нас Rimmel Match Perfection. Довольно увлажняющая, но не стойкая тональная основа. При этом по цвету она слишком бежевая и светлая. Вторая Stay All Day от Essence. Очень стойкая тональная основа. Но по цвету с активным желтым пигментом, практически оранжевым. И при этом она еще умудряется со временем окисляться на коже и становиться практически цветом загара. По отдельности каждая из этих тональных основ определенно промах. Но вместе это работает идеально. Одна желтая и стойкая, вторая слишком бежевая и увлажняющая. Сейчас они у меня на коже. Моя самая любимая парочка. Наношу их с помощью влажного спонжа. И это выглядит мега красиво. Очень натурально. И такое чувство, что у вас от природы идеальный тон лица. На этом все. Вот такое вот видео у меня получилось. Если вам было оно интересно, пожалуйста, поставьте пальчик вверх. Внизу мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А я вас всех целую. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok